добро здоровьтесь уважаемые посетители моего канала мы работаем плотно это хорошо вот ваш комментарий два дельфина очень очень нужный и можно так сказать своевременный и так вот что пишет это на вампиризм на ваших комментариях и вот на вашем комментарии я делаю очередной видосик который очень важен для всех кто имеет маленьких детей лет там примерно там до пяти как то некоторое время жива на квартире невольно оказалась свидетелем ситуации которая очень поразила и привела в ужас на квартире что такое жить на квартире когда вы живете на съемной квартире или там в чужой квартире что там было до вас какие события происходили и прочее 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 вам неизвестно другое дело вы живете в своей квартире изначально в своем доме а еще лучше в родовом гнезде которое вам досталось естественным образом это своя атмосфера вы ее создали и очень важно своими мыслями помыслами прочим прочим прочими действиями украсить облагородить место в котором вы проживаете а не просто войти куда-то знаете это все равно что вот вы залезли в какое-то озеро думаете там покупаться кто там живет неизвестно я как-то вам рассказывал когда я поселился квартиру по знакомству в петербургскую как меня встретили разного рода сущности и хорошо что я до этого эту квартиру убрал а не просто-напросто знаете как это самое на меня смотрели так сказать изучали что со мной делать и как со мной разбираться и так ребенок каждую ночь не просыпаясь очень кричал плакал метался в кровати успокоить его было практически невозможно он вырывался отталкивал тех кто пытался успокоить при этом он как бы продолжал спать он как будто очень чего-то боялся это вызывало страх и ужас у окружающих проходило какое-то время он засыпал утром а произошедшим с ним ничего не помнил сразу же совет вот из этой ситуации маленький ребенок нуждается в вашей биополевой защите чтобы мама и папа были рядом с ними чтобы их аура как-то накрывала этого ребенка и защищала если этого не будет это просто-напросто что такое ребенок маленький ребенок особенно грудно ребенок которого ложат в кроватку и пусть он там значит это сам привыкает это просто-напросто лакомый кусочек для полевых паразитов лакомейший и поэтому вот почему это во снах происходит потому что как раз атака происходит опять-таки важно понимать вот когда человек в сознании наше поле наше сознание является защитой оно является и иммунитетом чем мощь мощнее сознание человека чем она знаете цельная такой человек уверенный себе тем у него вот вот больше и иммунитет и защита от разного рода этих полевых паразитов которые давным-давно известны бесы бесы когда человек засыпает то вот эта защита исчезает и тут пожалуйста к нему приходят все кто угодно которые желают подселиться в него желают значит по это самое поиметь энергию молодые парни скажут сколько раз там у них полюции бывает и на кого они бывают приходят красивые тетеньки обнимают и пожалуйста ваша энергия только чик и вытекла из вас как бы сказать вроде приятный сон но этот сон говорит о том что из вас забрали энергию таким вот образом а с детьми вообще не никто там не церемониться и в тонком мире если там не существует такой защиты вот которая дается ребенка а вот такие случаи как раз и говорят о том что у него практически нету защиты и взрослые наблюдают и что и как и почему кричит и а врачи не понимает этот феномен а он просто объясняется он давно уже был объяснен просто-напросто вот это все учение которое было которая которая возникла на практике она не просто там кто-то знаете придумал теорию это от того возникло это от половых штук возникло это та 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 еще чего-то возникло это чисто прикладная наука для защиты от полевых паразитов была или взяли только и отбросили значит тут и иконку надо прикрепить значит тут и родители должны быть рядом тут и молитвочку почитать маме надо и папе надо и многие вещи сделать для того чтобы защищать ребенка он самое где-то вот до пяти лет примерно до семи невозможно он уязвим он очень чувствительный и на него хотят вот наброситься и как раз вот это вот и есть когда идет своеобразная агрессия с тонкого мира на ребенка и он ее воспринимает вот таким вот образом еще разок прочитаю кричал плакал метался в кроватке то есть пытался с помощью крика с помощью вот метание спастись успокоить его практически было невозможно он вырывался отталкивал тех кто пытался его успокоить потому что не знают а чего успокоит тебя грубо говоря там терзает а а тебе еще хотят успокоить при этом он как бы продолжал спать то есть все это происходило вот именно вот в этой плоскости нашего бытия во сне мы также живем он как будто от чего-то боялся и естественно не просто боялся когда вас пытаются завладеть вашим телом пытаются вообще завладеть вашей жизнью просто-напросто вас поставят в разные роли есть когда взрослый это видит и не понимает у них страх и ужас что происходим а тут не страх не ужас креститесь молитесь водой окропляйте святой иконы читайте библии они просто вот видите люди не знают как в этом случае поступать страх и ужас и так далее а утром все значит ничего этого нету так сейчас после просмотра видео о вампира вспомнила об этом случае это не вампиризм это идет подселение это более серьезная вещь когда такие вещи происходят идет подселение для того чтобы произошло подселение должно быть как бы порабощение вытеснение и вот это вот борьба она так и выражается а мы взрослые смотрим и ничего не нет а не помогаем своему детяте зашла в интернет нашла информацию о том что такое встречается у детей в девяти процентах случаев это в девяти процентах ну практически каждого десятого ребенка нашего поражают причем это знаете поражают капитально уже так вот поражает вытесняет и и прочее а вообще-то этот феномен намного чаще можно так сказать в девять процентов более-менее нормально а всех остальных в том или ином случае и будем говорить в том или ином значит степени поражает тонкоматериальные паразиты потом дети перерастает и ночью некоторое время просто сидят ходят или разговаривают во сне значит перерастает ничего подобного вот этот вот перерост это говорит о том что уже оттеснили дух человека уже им завладели и уже будем говорить так знаете а важно что такое паразит или на хлебник задача паразита жить так чтоб его не обнаружили то есть вот момент внедрение борьбы он хорошо и явно виден когда произошло же внедрение значит как бы сказать вот приспособиться так жить в чужом теле полевому паразиту чтоб о нем особо не замечали но тем не менее он через черты характера будет от этого человека требуют свои подпитки и потом мы удивляемся что такой вот какой-то вот знаете вот нечеловечный недобрый злой агрессивный или еще какой-то да потому что вот это современное воспитание вот такое вот знаете то там где-то дети у нас там родились и мы их туда там отдали они там лежат там что-то воспитывать да вот это как раз знаете и идет вот это подселение для того чтобы не мешались родители сидят разговаривают во сне но это проявляется реже один-два раза в месяц один-два раза в месяц это ерунда что это один-два раза в месяц а основное это то что уже во взрослом состоянии вот это вот знаете сроднившись сознание полевого паразита так хитро значит завладевает уже и сознанием человека что человек думает что это он вот так вот действует и кругом смотрите куда не не посмотри не то сейчас вообще воспитана какая-то агрессия какая-то конкуренция в бороться лезть по головам никакой человечности никакой семьи вот она не нужна вот это все порождает вот эти такие вещи то есть это просто-напросто облегчает доступ тонкоматериальных паразитов для того чтобы завладеть вот этим все что у нас сейчас имеется далее врачи ничего внятного не говорят они совсем в другой реальности живут врачи ну вот вот почитайте тоже библию стука это жития святых ё-моё да это на каждом шагу встречалась нет этого нету и так далее и очень хорошо сказать что этого нету и пускай оно как было так и есть и практически не лечит лечит лечить привыкли скальпелем пилюльками там и какими-то процедурами нет здесь совершенно иной подход который в ней не в рамках врачевания так может это свидетельство наличие полевых паразитов да это свидетельство о том что полевой паразит уже внедрился в ребенка внедрился в человека и дальше начинает действовать я вам рассказал когда болезнь входит это тоже своего рода своеобразное тонкоматериальное существо вход болезни который выражается в том что организм борется поднимается температура но это так своеобразное а тут несколько по иному и это настолько все широко распространено в нашем мире что даже в молитве которую дал господь иисус христос нам содержится такие слова и не веди мя в искушение но избав от лукавого ибо любое искушение искушение как только нас начинает искушать через что-то там такое сразу же лукавый тут как тут поддались искушению открылись пожалуйста вот она вошло и тут начинает с нами работать кстати о том что уже какой-то темный дух находится в вас говорит зевота вот вы сядьте можете сделать такой тест вы сели спокойненько все нормально вас и про себя иисусову молитву прочитали или то что вот очень наш прочитали будете ли вы зевать или не будете вот как только вы начнете зевать это говорит о том что вот это вот вся мразь имелась у вас унутрях мое обращение к посетителям канала поддержите канал поставьте лайку дайте какой-нибудь отзыв это простые вещи я не прошу вас денег поддержите меня вот таким вот образом это канал не для того чтобы вас развлекать а для того чтобы вам помогать волшеб 층 волшеб